Во имя Отца и Сына и Святого Духа, на исповедь мы должны приходить с желанием и решимостью избавиться от грехов. Конечно, будучи реалистами, мы понимаем, что невозможно сразу избавиться от грехов, что иногда требуются годы, чтобы перебороть в себе даже самую незначительную греховную наклонность. Но от этого у нас не должны опускаться руки. Ведь каждая исповедь — это новый шанс, новая возможность для того, чтобы пересмотреть свою жизнь и заново ее начать, поставив себя перед лицом Бога и сказав Ему, «Господи, я пришел к Тебе с покаянием, но не знаю, хватит ли у меня сил, хватит ли у меня сил побороть все эти мои грехи и недостатки». Впрочем, там, где Тебе это угодно, могут происходить сверхъестественные события. И если известный гонитель христиан Саба стал апостолом Павлом, и Мария Египетская из, так сказать, Великой Грешницы могла превратиться в величайшую и святую, то почему я не могу исправиться? Преподобный Серафим Саровский, небесный покровитель нашего храма, говорил, что вся разница между великим святым и великим грешником заключается в решимости. Святой – это грешник, который решился на то, чтобы исправить свою жизнь, и пошел по этому пути. Никогда в жизни человеческой не бывает абсолютной святости или абсолютной греховности. Бывает лишь какая-то степень удаленности от Бога и приближенности к Нему. В этом смысле каждый человек, и святой, и грешник, находится на пути к Богу. Только один уже приближается к цели, а другой еще далек от нее. Но у этого пути нет предела, как и нет предела совершенству. И поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны каяться в своем несовершенстве. Каяться в том, что наша жизнь так далека от евангельского идеала. В чем-то поможет нам Господь. Аминь. Благословение Господу.